С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло больше 30 лет. За это время про аварию и закрытую зону были сняты десятки документальных фильмов и сериалов. Часть фильмов с трудом разрешили снимать в Чернобыльской зоне, а некоторые из них до сих пор остаются малоизвестными. В этом видео мы рассмотрим все художественные фильмы и сериалы про Чернобыль, включая те, которые никогда не показывали на российских телеканалах. Да, четвертая. Уезжаем. Начнем с фильмов, которые были сняты практически сразу после катастрофы. В 1990 году вышел фильм «Распад». Это первый художественный фильм об аварии в Чернобыле, который задал тон всем остальным. Сам вымышленный городок энергетиков снимался в Киеве, но также есть редкие съемки Припяти 1990 года. Сюжет фильма довольно простой. 25 апреля 1986 года главный герой, журналист, возвращается домой в Киев. Впереди у него выяснение отношений с изменившей женой и встреча с друзьями детства, которые теперь работают в Припяти. Но встреча не состоится. Один из друзей, оператор АЭС, вскоре погибнет при аварии. Да и второму другу, врачу скорой помощи, тоже остается недолго. Пока масштабы катастрофы замалчиваются властями, главный герой пытается отправить семью подальше от опасности. Масштабы взрыва на Чернобыльской АЭС продолжают скрывать, но постепенно людей накрывает мрачное облако паники и страха, в то время как главный герой пытается проникнуть за завесу тайны. После распада в последний год существования СССР был снят советско-американский фильм о трагедии на ЧАЭС. В основу сюжета легла книга врача Роберта Гейла, который приехал в Россию после аварии изучать лучевую болезнь. Его играет Джон Бойб, и большинство советских граждан также играют американцы. Кроме Горбачева, его сыграл известный российский певец Владимир Трошин. В этой картине впервые показан взрыв на станции изнутри от лица энергетиков, допустивших роковую ошибку, и также впервые показали прямые последствия радиоактивного заражения, страшные ожоги и разрушения организма. Именно ядерный мотив ключевой в фильме. События Чернобыля дают представление о последствиях возможной ядерной войны на уничтожение. Советский лидер, поняв, что произошло в Чернобыле, склоняется к прекращению гонки вооружений. На момент выхода этого фильма Горбачев еще находился у власти, но вскоре СССР прекратит существование, что надолго заморозит и ядерную гонку, и развитие мирного атома. Киев позволил нам снизить мощность на четвертом блоке. Продолжаем эксперимент. В 1999 году вышел российско-белорусский фильм «Рейнджер из атомной зоны». По мотивам фильма отставной флотский офицер возвращается в отцовский дом. Отец его работает лесником в белорусской зоне отчуждения. На территории зоны орудуют бандиты, вырубающие лес, вывозящие технику и все ценное. Бывший военный подменяет приболевшего отца и берется навести порядок. Помогать ему в этом будет милиционер, у которого есть информация о том, что в зоне скоро появятся наркоторговцы. В этом фильме есть элементы приключенческого кино, погони, перестрелки и романтическая линия. Но, возможно, придирчивому зрителю фильм покажется простоватым. Что охраняешь, того имеешь. Не понял. С каждого лесовоза штука. В 2006 году вышел фильм «Аврора». Этот фильм больше не про аварию, а про девочку, которая пытается выжить после чернобыльской катастрофы. Во время взрыва на ЧАЭС сирота по имени Аврора случайно оказывается рядом с эпицентром. Она получает огромную дозу облучения. Единственная возможность выжить – операция в США. Каким-то чудом ей удается попасть за границу. Этот фильм о том, как лучевая болезнь делает жизнь маленькой девочки невыносимой и в то же время о том, как молодой организм пытается бороться за каждый свой день. Также в фильме рассказывается о безразличии большинства врачей. Это очень сильная драма, которая заставляет задуматься. Чернобыльская катастрофа, факты и легенды вокруг радиации оказали большое влияние на культуру. Заброшенные города с остатками былой жизни, темные хранилища, засекреченные факты – все это нашло отражение в сериалах, книгах и играх. Кстати, если игра Сталкер для вас не просто громкий тайтл, а часть культурного кода, заходите на канал к Артуру Хатоко. Он как раз в порыве ностальгии проходит все части Сталкера и обязательно будет стримить новую, как только она появится в продаже. У Артура много внимания к деталям и интереса к Тайнам Чернобыля, так что вам понравится. Ссылка будет в описании. В 2011 году появился странный фильм со странным названием «В субботу». Этот фильм о Чернобыльской катастрофе, точнее о первом ее дне, когда обычные люди ни о чем не думают и не подозревают, просто живут обычной жизнью. Простыми словами, весь фильм – это история одного выходного в Припяти. Главный герой, комсомолец Валера, узнает об аварии на АЭС и даже едет с местным партийным начальством заглянуть в зев реактора, вероятно, подхватив лошадиную дозу радиации. Утром он, зная, что эвакуация пока не планируется, пытается вывезти из города знакомую девушку. Но они опоздали на поезд, а в ресторане неподалеку шла свадьба друга, и, как вы понимаете, побег не состоялся. Зная, что город наполняется смертью, герои очень по-русски плюют на опасность, сохраняя себе лишь этот субботний вечер. Их простая жизнь с наступившей катастрофой обретает некий вечный смысл, как на Перу во время чумы. Конечно, в фильме есть неточности, как исторические, так и научные. Например, показания прибора, который показывал запредельную радиацию в 500-600 рентген. Или когда герои подъехали прямо к полыхающему четвертому блоку и остались живы. Это, конечно, фантастика, но довольно наглядно показывают опасность зрителю. Это не классический фильм-катастрофа, тут нет супергероя-одиночки, который спасает мир. Но события происходят на фоне катастрофы мирового масштаба. Хотя название города ни разу в фильме не упоминается. Американский фильм «Запретная зона» 2012 года. Сюжет фильма проясняется практически сразу, когда кучка подростков решает поехать в запретную зону. И снова не едет машина, и снова блуждающие подростки по пустому городу. Разнообразия мест съемки практически нет. Либо это место рядом с чертовым колесом, либо брошена пятиэтажка, либо производственное помещение. Фильм представляет собой стандартный американский ужастик с криками, беготней в потемках и прочими глупыми действиями героев. В какой-то момент интрига исчезает, идет игра на выбывание, простая, как детская считалка. Самое странное, как американцы показали людей, которые выжили после катастрофы. Совершенно этот момент не продуман. Возможно, фильмы где-то и можно было назвать типичной страшилкой. Но только не в этих декорациях, и не для тех, кто любит тему Сталкера и подобные им, где есть загадочные аномалии, болотные доктора и опасные мутанты. В 2013 году вышел украинский мини-сериал «Мотыльки», ставший первым в своем жанре. Говорят, что «Мотыльки» живут недолго, но всегда летят к свету. Это все про этот фильм. Здесь опять появляется мотив влюбленных, оставшихся вдвоем в опустевшем городе, а также вспоминаются другие расхожие легенды и сюжеты вокруг катастрофы. Этот сериал рассказывает о Чернобыльской катастрофе и о судьбах множества людей, которые так или иначе пострадали от аварии. Но главные герои – это двое влюбленных молодых людей, у которых нет будущего из-за облучения. Но молодые люди не понимают, какие последствия могут их ожидать. Они остаются в пустом городе и наслаждаются уединением, пока не приходит прозрение. Сценарий фильма очень обширный. Это и боевик, и приключения, и ужастик, и драма. Здесь очень правдиво показывают эвакуацию всего города, людей, которые все бросили, надеясь через три дня вернуться домой, и мародеров, которые сразу захотели наживиться, и, конечно, солдат, которых власти использовали там, куда сами бы никогда не полезли. Атмосфера советской эпохи воссоздана практически безупречно. Лозунги, техника, одежда – придраться практически не к чему. Самое интересное – это то, что мотыльки сняты на основе реальных событий, которые происходили между героями. По крайней мере, так говорят. Несмотря на то, что фильм снят за недорого, он достойно выглядит и вполне интересен. Господи, что это? Сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». Он снимался с 2014 по 2017 годы. Думаю, его видели многие. Удивительно, но с виду трэшовый сериал производства ТНТ и ТВ3 за минувшие годы превратился в настоящий культ. Вроде бы адекватные люди хвалят его за интересный сюжет и проработанных персонажей. Называют чуть ли не лучшей отечественной фантастикой. Этот триллер о путешествиях во времени и альтернативных реальностях хорошо прижился на Чернобыльской почве. Это было ясно и по успеху видеоигр серии «Сталкер». Призраки, видения, пространственно-временные аномалии. Здесь же работают засекреченные ученые и действуют таинственные организации. Узнав о путешествии во времени, герои пытаются предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС, что оканчивается довольно неожиданно. Среди интересных линий сериала «Альтернативное будущее», где авария на атомной станции происходит в Соединенных Штатах, которые вскоре распадаются, а СССР наоборот процветает. Позже в продолжении этой истории в 2019 году выходит фильм с тремя концовками «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал», который должен поставить жирную точку в истории, которая растянулась на пять лет. Никакой тревоги и паники. Они просто стояли на мосту, смотрели на огонь, а ветер гнал на них тонны ядерного топлива. Сериал «Чернобыль» от ЭДЖБО 2019 года. Это, наверное, самый качественный фильм о чернобыльской катастрофе, ну и самый распиаренный. Сериал рассказывает о буднях ликвидаторов аварии, их роковых ошибках, о героизме и готовности к постоянному смертельному риску. Качественно показанная советская действительность кропотливая работа с историческими документами и редкими источниками приятно удивляет. Здесь есть главное, детально проработанный сценарий, хорошая игра актеров, глубокое погружение в атмосферу и истинное почтение к малоизвестным героям, которые жертвовали свои жизни ради спасения миллионов других. Конечно, есть некоторое количество несостыковок с реальностью, но ведь это художественный фильм и стопроцентной точности здесь не будет. Просто можно сказать, что этот сериал максимально приближен к тем историческим событиям. Я был удивлен, когда узнал, что сценаристом этого сериала был Крейг Мэзин, который работал с такими фильмами, как «Мальчишник вегасе 2» и «Очень страшное кино 3». Из тупых комедий перешел на драму и, на удивление, справился со своей задачей неплохо. Думаю, лучшие экранизации о Чернобыле мы будем ждать еще очень долго. Кроме Чернобыля от HBO в том же 2019 году вышел российский сериал «Чернобыль». Вдохновившись оглушительным успехом американского сериала «Чернобыль», наши кинопроизводители решили снять собственный проект, который бы передал их собственное видение ужасной катастрофы 1986 года. Главная интрига в том, что по сюжету в Припяти перед катастрофой появляется агент ЦРУ. Неизвестно, обвинят ли авторы американцев в Чернобыльской аварии, но сериал должен охватывать день непосредственно перед взрывом, ликвидацию последствий и период на несколько месяцев после. Создатели также упирают на реализм, а съемки велись преимущественно в Белоруссии, где сохранились детали советской эпохи. Возможно, именно выход американского Чернобыля подтолкнул НТВ выпускать фильм быстрее и ковать железо, пока горячо. Товарищи бойцы, на крышу пойдут только добровольцы! Сейчас самое время рассказать о сериале, который вот-вот появится в открытом доступе. Успех фильмов про Чернобыль пытается догнать отечественная драма «Чернобыль» с Данилом Козловским в главной роли, он же и режиссер фильма. Часть сцен снимается в развлекательном парке Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Ранее сообщалось, что сцены на атомной станции будут сниматься на АЭС в Курской области. По сюжету Чернобыля, авария на энергоблоке в Припяти уже произошла, но та самая опасная зараженная радиацией вода при попадании в нее расплавленного вещества грозит новым, уже чудовищным взрывом. Главный герой пожарной Алексей идет в добровольца-ликвидаторы из корыстных побуждений. Он мечтает получить квартиру в Крыму и завоевать таким образом сердце любимой парикмахерши. Впоследствии этой страшной аварии могли бы иметь еще более устрашающие для большей части континента последствия, если бы не отважные действия обычного пожарного Алексея, военного водолаза Бориса и инженера Валерки. В резервуаре, находившемся под взорвавшимся четвертым реактором, оставалась вода. Чтобы предотвратить новый взрыв, опасность которого стремительно возрастала, Алексею и его партнерам важно было не допустить плавящей активной зоны дойти до резервуара. Фильм, как утверждается, основан на реальных событиях, но, видимо, в самом широком понимании этой фразы. Сложно предсказать успех повторения темы Чернобыля, тем более через год после сериала HBO. Валер, из-за чего это хреновина рвануло? Из-за людей. А каких именно людей? Да какая разница. Еще один фильм 2020 года про Чернобыль носит название «Запретная зона». Это кино показывает о событиях 1989 года. Зритель переносится в тяжелое время после аварии на Чернобыльской электростанции. Вокруг нее зона отчуждения на многие километры. Компания из шестерых молодых людей решила отправиться в поход по незнакомым местам. Две девушки и четверо парней переправляются по реке. Случайно они попадают в запретную зону и решают осмотреть достопримечательности. Но о туристическом бизнесе в этом месте давно забыли. Здесь, в заброшенном районе, с ними происходят странные события. Ребята находят безлюдную деревню. В поселении явно давно никто не живет, но они встречаются с человеком, который здесь от кого-то прячется. Путешествия превращаются в настоящее приключение, но не самыми приятными обстоятельствами. Как говорят создатели фильма, сюжет держит интригу до последнего момента. А те, кто уже видел фильм, говорят, что он превосходит ожидания. Нет! Хочешь жить в лес не ногой! Все фильмы из этого списка можете найти в описании под этим видео. На этом все. Подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok